Стая бездомных собак, что обитает на территории жилого комплекса Волжские высоты, по словам местных жителей, совсем безобидна. Животные к человеку агрессию не проявляют. Ютятся на открытой площадке около контейнеров с мусором. Там их подкармливают неравнодушные горожане. Однако долго это продолжаться не может. Скоро их убежище занесет снегом. Поэтому одна из жительниц вызвала специальную службу, чтобы животных определили в надежные руки. Зимой на это стало уже просто невозможно смотреть, потому что видно, как они замерзают. Совсем еще дети. Они ведут себя, как дети, играют, резвятся. Хочется прийти к тому, что они будут стерилизованы и выпущены в естественную среду, либо может быть пристроены, что будет, я думаю, наилучшим вариантом. Отлов проходит гуманно с применением щадящего снотворного. После животное может бегать до 20 минут, пытаясь спрятаться. Далее его погружают в фургон и увозят в приют. Там собаку стерилизуют, вакцинируют, чипируют и выпускают обратно на волю. Либо находят для нее хозяина. Сначала нужно приехать, найти собак, понять, где они могут убежать, в какую сторону. Сразу там все перекрыть, чтобы долго не бегать. И потом уже стрельнуть, проследить и забрать. Все собаки сидят в сухих вольерах, их кормят, поят, как положено. По лучшим условиям, чем на улице. Такие рейды в общественных местах необходимы для спокойствия и безопасности горожан. К тому же, таким образом, можно защитить бродячих животных от действий докхантеров, которые разбрасывают отраву на улицах города. Отлов собак – это один из вопросов, с которым можно обратиться к ответственным организациям на обучающих семинарах проекта «Мой дом». Они проходят во всех внутригородских районах Самары уже второй год. Там рассказывают, как благодаря активности жителей, а также эффективному взаимодействию администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений можно решить проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В частности, как производится отлов и куда направляют животных. Уникальность данного проекта, наверное, заключается в том, что создалась возможность наладить непосредственную коммуникацию жителей с надзорными органами и решить те насущные коммунальные задачи и вопросы, которые у них назрели. Местные жители планируют навещать животных в приюте. Уже сейчас для них собрали теплые вещи. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.